И мы играем шахматный камбэк против человека, которому я обычно один на один проигрываю. Посмотрим, что из этого получится. Не, ну, я всё понимаю, но расширяться надо. Это похоже на небезызвестный дебют Альфшада. Ну да, немножко. Ну, один наш 7 сразу занесёт. Ну, я понимаю, что нам нужно время для победы. Да. Какой твой план? Расскажи мне. Ну, пока короля поведём на 8. Хорошо. Потом на G8. Мне кажется, мне пора вступать. Путходя нельзя отдавать. Мы не можем отдавать. Нет, подожди. Пойнёй в 8. Я понимаю. Я просто должен напомнить тебе, что в этих камбэках должны быть определённые... Ну, рамки должны быть определённые. Да всё нормально. Так, ну всё, поехали. Всё нормально. Всё, всё, отдай мне. Не трогай, точнее, просто. Нет, давай ладью на G7 поставим. Ты же пошутил, что ты эту позицию вообще видел. Ладью. Да, ну... Я надеюсь, что вы получите удовольствие после просмотра. Потому что данной рубрики давно не было. И мы решили вернуться вот... С настоящими... Тиранами шахматной планеты. Именно так их обычно называют. Ты знаешь, как зовут нашего соперника? Нет, нет. Ну, видимо, как минимум мастер. Да. Ну, я думаю, мы же не в пешке играем. Вы что, мы что, мы... Или всё плохо, да, уже? Я не вижу плана победы. Ну, хорошо. Я тоже. Не, ну, кони активные, самое главное. Ферзь на А5... Ну, он сейчас рокирует просто. Ну, понятно. А теперь-то наша ладьяна на А7. Очень, очень плохая позиция. Знаешь, это будет полезно, Витя. Ладьяна на А7. Она будет отрезвляющим для большинства наших зрителей. Что нельзя играть в камбэк, а с кем попало. Конь на А7 придёт или нет, как ты считаешь? Так, я считаю, что... Он хочет Б4. Не, Ладьяна А7 напрягает нас. Ну, Ашпкай, да. В атаку. Ферзь Д8. Это всё предсказуемо. Слушай, ну вот он не даёт её оживить, представляешь? Да. Зато мы можем съесть оладью. Да, ну, наверное, не будем всё-таки. Да, ну, наверное, всё-таки не стоит её. Конечно, можем её съесть. То есть, ну, понимаешь, да, соперник чувствует? Да, соперник умеет играть в шахматы. В отличие от нас. В отличие от нас. Да, ну, Койн уже 6 будет выглядеть неплохо. Нет, я на самом деле удивлён, что я даже до этого момента всё ещё держусь. Так, теперь нам не дали съесть пешку на Б7. Все шансы. Если бы Ладья была где-то на Е4, на Е6 хотя бы, была бы немножко другая ситуация. А тут, конечно, ничего не получится всё-таки. Вот пешка на Е6 мешает очень сильно. Надо срочно Коня выбрать. Да, Конь Е6. Ладья, 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 зачем ты её туда поставил? Чё, она сильно мешается, да? Слушай, как её выковырять? Похоже, никак, да? Да. Ну, ладно, будем бороться. Будем бороться до конца. Конец Близзок. А бить нельзя, да? Да надо бить. Может, там Перс Т6 какой-нибудь? Я в шоке, на самом деле, что мы до сих пор не проиграли эту панель. Перс Т6, размен Терзей. Да какой размен? У него пешка на Е7 проходная. Так, ну Ладья заиграла. Да, слушай, понравится некоторый шанс. Я одна минута на табло. Ещё, кстати, на Аш-3 постоянно зависает. Вот Ладья Ж5-то, наверное, будет сильный удар, нет? И соперник задумался. Ладья Ж5, да. Да, соперник задумался. Стоп, а не проходит ли? А почему? Надо было на Ж5 бить. Вот это было бы сильнее. Не думаю. Там на Е8 же Ферзь проходил. Так, ну Ферзь... Давай, Ферзь Т3. Так, Ферзь Т3. На Ферзь Е2? Видимо, Ферзь Т5. Так, ну и что? Ну, бьём, наверное. Бьём тут. На Ж5 бьём. Шах. Не, погоди, шах не надо. Надо взять? Надо взять, да. Он не может ставить. Я вижу. Да, да. Отлично. Теперь осталось не срубить флаг. Так, всё меняем. И короля быстрее ведём, ведём короля. Едим. Стоп. Не горячимся. Всё, едим. Едим. И это должна быть победа. Да, это она и будет. Да, это просто потрясающая партия. Да, и придёт Ферзь сейчас. Победа. И 3200. Шахматный камбэк. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok